Девчонки, всем большой привет! Сегодня будет опять небольшое кулинарное видео и готовить мы с вами будем ливерную колбасу. Здесь у меня порезан ливер. Это ливер дичи. Я даже не помню какой, не буду вас сейчас обманывать. Здесь печень легкого немножко, сердце и почки. Значит, что мы делаем? Мы сначала обжариваем лук, чеснок. Я не стала мелко резать все это крупно, потому что потом будет все перекручиваться. Вот так вот мы порезали ливер. А здесь вот мы купили подготовленные уже засоленные кишки, в которые все это будет набиваться. Я установила в мультиварке режим жарка на 15 минут. И здесь у меня уже обжаривается крупно порезанный лук и чеснок. Сейчас мы сюда отправляем наш ливер. Перемешиваем. Немножко еще обжарится и будем переводить в режим тушения. Чтобы не было неприятного запаха и чтобы ливер не горчил, всегда его нужно хорошенько вымачивать. Я вымачивала где-то сутки в воде с содой. Периодически воду эту нужно менять. Сейчас я добавлю сюда немножко перца и соли и переведу в режим тушения. Сейчас мы переводим в режим тушения на 50 минут. Сюда нужно налить водички немножечко. И в самом конце, где-то за 10 минут уже до окончания тушения, я сюда вылью где-то пол пачки вот этих вот сливок 10%. Здесь у меня 480 грамм. Так, я сюда добавила уже сливки и осталось нам тушиться 12 минут. Так, ливер у нас уже потушился. Сейчас мы будем его перекручивать на мясорубке. И вот здесь у меня еще остался бульон, который у нас был от ливера со сливками. Мы его не выливаем, то есть он нам еще понадобится. Когда будет работать мясорубка, я вам снимать не буду, потому что будет очень шумно. А покажу вам уже, что будет происходить дальше. Так, вот мы уже перекрутили ливер. Сейчас я сюда добавлю немножко манной крупы и бульона. Так, вот я уже здесь все хорошенечко перемешала. Масса за счет манки получается такая воздушная, как мусс. И обязательно, если у вас, конечно, есть, добавьте кальвадос. 2 столовые ложечки, потому что с кальвадосом аромат у ливерной колбаски получается просто волшебный. Вот во Франции, во многих паштетах идет тоже в качестве добавки вот этот кальвадос. И очень вкусные ароматные паштеты и колбасы с ним получаются. Так, что имейте. Сейчас мы взяли шпагат. Завязали вот самый кончик кишки шпагатом. Сейчас нужно будет пару раз проткнуть иголочкой, чтобы вышел воздух. И будем уже сюда загонять нашу колбасу. Вот мы сейчас протыкаем, чтобы не было воздуха. И смотрите, как мы делаем. Готовую колбасу можно либо заморозить, либо сразу приготовить. Два варианта есть в приготовлении. Первый вариант в духовке обжариваете, то есть ставите в духовку где-то при температуре 180 градусов, смазываете противень маслом и жарите по 15-20 минут с каждой стороны. В принципе, она внутри уже готовая, то есть ливер уже внутри готовый. Просто она такая будет сверху запеченная корочка, очень вкусная и аппетитная. И второй вариант обжарить на сковороде, так будет даже быстрее, поэтому выбирать вам. Ну а я желаю вам всем приятного аппетита. Надеюсь, наш рецепт вам понравился. И всем пока-пока.